Да, такая тема. Свобода сынов Божьих. Люди думают, кто это такие? Кто это такие сыны Божьи? Брали дочерей человеческих. Кто это такие люди? Да, кто-кто. Тогда я, да, мы с тобой. Вот. Здесь, понимаешь, есть свобода в семье Божьей, в царство свободы. Как-то Бог в древние времена смотрел на землю и говорит, кто пойдет для нас? Кто пойдет для нас? Те молчат. Вот. Там Исаия как-то. Я пойду, только у меня проблема. Да. Ну, хорошо, я проблемы решу, иди. И вот люди... Иисус Христос тоже. Ну, как бы, свобода в Него была довольно-таки ограничена. Он родился человеком. Прикинь, родился человеком, осознавая себя Богом. Интересное состояние. Проживая жизнь... Чего он делал до этого? До того, как крещение началось? Что о нем известно? Ну, умничал. Умничал, да. Где-то выходил в храме, умничал. Говорил, что это не дом отца моего. Ну, был... Что делал, что хотел, то и делал. Но... И никаких проблем. Вообще никаких проблем. Мало что написано, чем он занимался. В 30 лет, 29-26. Это же мужик. Молодой человек. Хочется женщин. Хочется денег. Хочется... Много чего хочется. Ну, что он делал в 30 лет? В 24, в 21. Говорит, ты знаешь? Нет. Я не знаю. Давай. И вот... Свобода... Такая... Об этом даже не говорится. Детям Божьим, чтобы там не было. Даже... Даже... Нету места для толкований. Но пришел момент, когда надо было явиться миру, да. Пришло время крещения. И он уже понял. Крещение. Что такое крещение? Это не... Не та свобода. Это принять силу. Принять духа. И быть послушным духу. Ты понимаешь, свобода. Добровольная свобода. Принять духа. И покориться. Господь. Что повелишь мне делать? И дух его повел в пустыню. Кто туда хочет идти? Я бы на пляж пошел. Ты что, я крутой? Поехал бы на Багамы. Я теперь крутой. На мне дух святой. Я крутой. На мне дух святой. Пальцевеером. Да. Ла-ля-ля-ля-ля-ля. Да? Не, ну он уже, понимаешь, не духом распоряжаться. Получил лампу Аладдина. По три дух вышел, сошел. Не, духом ты не лампу Аладдина ты получил. Вот этот вот дух, который с ним надо считаться. И вот люди здесь живут сыновья Божьи, но они не считаются с Богом, нету крещения. Они как бы все равно сыновья Божьи. Делают, что хотят. В древние времена брали себе жен человеческих. Ну а шо? Дела нету. Когда, помнишь, война, человек не пошел на войну, как по обычаю, чтобы расширять царство свое, царство владения. На баб потянула Давида, на красивую бабу увидела. О, вот победа. Завладел ею, пум-бум, даже не здрасте, не до свидания. Вот. Вот так вот. Понимаешь, когда люди не заняты делом, к чему мы, для чего рождены, для чего призваны, мы будем просто делать то же самое, что обычные люди. Когда человек не вводим духом святым, ничего особенного не будет. Потянет тебя на баб, а первого римлянам, которые вообще не прославили Бога за то, что они получили, вообще пидорасами станут, ну реально, конченными пидорами. Ты первого римлянам почитай. Вот. Поэтому надо понять, к чему ты призван, чтобы не быть пидорасом, в конце концов. И не клянчить копейки на паперти в церкви. Вот. Это свобода добровольного согласия. Это дом отца моего. Господня земля и все, что наполняет ее. Нету места нечестивым, злым, людям невежественным и какие-то преданным лжи. Ты ведешь и отвоевываешь царство. Ты, говорит, Бог, что повелишь мне делать? Дай мне Духа Святого. Не для того, чтобы фокусы показывать, да, а чтобы исполнить. Как ты молишься о чем-то и не хочешь ничего сам сделать? Бог говорит, кому мне послать для этих целей? Ты же там люди молятся, молятся. Пошли, Господи, приди. Ну, так он, говорит, вот ты и пойди. Что-то меня тут тянут с неба. Ты и пойди сделай. Вы дайте им есть, в конце концов. Вы. Вы будете мертвых исцелять. Вы будете больных исцелять, мертвых воскрешать. Вы будете чудеса больше меня делать. Вы, не я. Вот такая вот претензия. Или тебя потянет на баб. Если и то не по нему, потянет на мужиков. Вот такая свобода Божья. Свобода сынов Божьих. Можно, да. Оставить свое вот это сыновство и прилепиться и быть просто пидорасом. Такое тоже может случиться, к сожалению, если ты не понял, к чему ты призван и для чего, и кто твой Бог, и ты не вошел в эти взаимоотношения с Духом. И не прославил его. Надо прославить Бога как Бога. Что значит прославить Бога как Бога, а? Не возблагодарили и не прославили Бога как Бога, но осуетились. Вот это большая проблема. Что значит прославить Бога как Бога? Это принять тот дар, который Бог тебе дал. Принять то слово, которое не отвергнуть то, что Он тебя назвал. Войти в то место, которое Бог тебя открыл. Вчера было конкретное какое-то видение, даже так образно, в одном общении. Вот такие ворота в город, открытые, блестящие, а они завалены всяким хламом. Перед этими воротами куча блокпостов. Видели блокпосты? Каменные там разные, блиндажи, блокпосты. Вся дорога через каждые 50 метров, блокпост, блокпост. И проверяют документики, проверяют. Стоят вот эти религиозные придурки, сами не входят в этот город и других не пускают. Докапываются. А есть у тебя такая справка? А есть у тебя такой документик? А есть у тебя? Тебя там не пустят. Мы тебя туда не пустим без этой справки. Тебе надо еще перекаяться, передокаяться. Тебе еще что-то не хватает? Нет, мы тебя не пустим ни к причастию, ни к святой город. И люди понастраивали этих блокпостов. Эти ворота закидали каким-то хламом, какими-то деревьями, чтобы не видно было. Люди идут, их останавливают, их заворачивают. Говорят, вы недостойные. Ты то, ты сё. Вот это служение сейчас, в данном моменте, что происходит? В основном это блокпосты, чтобы не пустить людей в царство Божье. Ты там же? Ты на блокпосте дежуришь? Сам не входишь, другим не даешь? Знаешь? А пидором не хочешь стать? А? А? А?